Каждая девушка достойна красивой свадьбы и красивого торта. Всем привет, с вами Ирина Корнева, смотрите очередной мой выпуск. И сегодня мы будем говорить на очень сладкую такую тему. Я много раз говорила о том, что рассчитывать торт нужно по принципу 200 грамм на человека. И несмотря на то, что большинство статей в интернете, и не только статей, говорят о том, что можно 150, можно 150, можно 150, я в очередной раз повторюсь, что нужно заказывать 200 грамм на человека, потому что официанты будут резать торт по 200 грамм на человека. Официанты не будут резать торт по 150 грамм на человека, а если и будут, то это будет квашня на тарелке, и я за то, чтобы торт был эстетически красивый, чтобы все-таки его вынесли красивым и подали на тарелке тоже красивым. Это раз. Во-вторых, я за то, чтобы хватило всем торта. Это два. И третье. Обычно молодожены, когда для них выносится тортик, разрезают торт и отрезают кусок-то, кусок, кусок на полкило. То есть, прям вот они не мелочатся абсолютно. И вот этот полукилограммовый кусок они с гордостью несут родителям. Вот представьте, отрезали вы полкилограмма маме, еще полкилограмма папе, это уже минус килограмм. А вы рассчитали тютелька в тютельку на 150 грамм на человека. В итоге, что будет? Либо кому-нибудь не достанется торт, либо бедные официанты будут зашляться. Как же им все-таки угостить абсолютно всех гостей тортиком? Поэтому, в очередной раз повторюсь, 200 грамм на человека. Но тема-то сегодня не об этом. Сегодня мы будем с вами размышлять, сколько же ярусов торта будет на вашей свадьбе при определенном количестве гостей. Как сказала Лима фамилия, дневник невесты Ирины Корневой это прежде всего дневник, который запечатлит на своих страницах одну из самых счастливых частей моей жизни. Ну, торты бывают одноярусные, двухярусные, трехярусные, четырехярусные, пятиярусные и так далее. И, конечно же, ярусность зависит от количества гостей и от веса торта. Итак, одноярусный торт заказывают обычно на небольшие камерные свадьбы, где гостей от 7 до 15 человек. Вес одноярусного торта, ну, в среднем там от 2 до 3,5 килограмма. Это небольшой такой тортик, размером, ну, где-то 10 сантиметров, соответственно, и в нем одна начинка, ну, понятно, да? Кстати говоря, вот когда я была недавно на свадьбе, камерной свадьбе из 7 человек, у молодоженов был небольшой двухярусный тортик. Ну, соответственно, он был не такого размера, да, он был меньше гораздо. И второй ярус был совсем крохотулечный, правда, как пироженка, знаете, как капкейк такой небольшой. То есть по весу он был точно такой же, но они решили сделать его двухярусным. Двухярусный тортик также подходит для небольшой камерной свадьбы, где количество человек, ну, в среднем где-то от 20 до 30 человек, а вес тортика от 4 до 7 килограмм. Это тоже небольшой тортик, ну, соответственно, у него уже два яруса, и высота этого тортика уже не 10 сантиметров, а, ну, сами понимаете, уже 20 сантиметров, да? И здесь уже можно заказывать не одну начинку, а две начинки, если есть желание, чтобы начинки были разные. Трехъярусный торт, ну, это, пожалуй, наверное, самый распространенный вариант тортиков, потому что действительно распространеннее, чем 40-55 гостей, наверное, не бывает. Популярнее всего это, когда на свадьбах от 40 до 55 гостей. Соответственно, вес тортика от 8 до 11 килограмм, высота тортика, ну, уже такая приличненькая, от 30 сантиметров, и здесь уже можно выбрать три разные начинки. Можно, конечно, чтобы они были все одинаковые, но, как показывает практика, когда заказывается трехъярусный тортик, здесь уже молодожены экспериментируют и выбирают абсолютно разные начинки, чтобы можно было попробовать как можно больше вариаций. Ну, четырехъярусный торт, он уже значительно больше, чем трехъярусный, рассчитан на количество гостей от 60 до 80 человек, то есть, понимаете, да, что это уже большая свадьба, она может быть классическая в каком-то большом зале, и вот он вывозит этот красавец, четырехъярусный торт, чтобы все 80 гостей увидели этого красавца, и килограмм торта, килограммов здесь, конечно, уже больше, от 12 до 18 килограмм, чтобы еще не только все увидели, чтобы еще и всем хватило, а по размеру это где-то от 40 сантиметров, то есть, он уже такой величественный тортик, уже такой совсем иной. Кстати говоря, не только для классических свадеб, да, подойдет вот такой вот богатырь, так скажем, четырехъярусный, он может подойти и для лесных свадеб, и, кстати, частенько заказывают такие большие четырехъярусные тортики на свадьбы, на природе для того, чтобы сделать красивую фотосессию, где-то возле арочки, может быть, с этим красавцем, или, может быть, красиво вынести его с бенгальскими огнями, чтобы подсветить его как-то красиво. Но, в общем-то, ну это совсем уже, знаете, другое дело, это уже прям действительно его величество торт. Ну и пятиярусный торт, это, пожалуй, знаете, такой самый значимый такой элемент на свадьбе. Обычно пятиярусные торты, вообще, в принципе, такие большие торты, они подаются на свадьбах с большим количеством гостей, от 100 до 130 человек. И это, знаете, вот у меня сразу в голове всплывает, что это какой-то дворец, какие-то дворцовые мотивы, это огромное количество гостей, который сжаждет, когда же появится этот тортик на пьедестале. И вот он вывозится, и для того, чтобы все 130 человек не только его попробовали, но его увидели, он вот такой вот красивый, величественный появляется на центральной площадке. Так как, ну, кто-то может сидеть ближе, кто-то может сидеть дальше, но абсолютно все увидят вот этого красавца, который весит от 20 килограмм и больше, естественно. Высота этого тортика уже от 50 сантиметров, то есть сами понимаете, что, ну вот действительно, торт так торт появился на центральной площадке. Зачастую, кстати говоря, вот такие вот тортики пятиярусные, их еще оформляют определенным образом, добавляют цветочной композиции или выносят на такой подставке, чтобы он был еще выше, оказался еще более величественным. Была, кстати, даже интересная история, ходила как-то по интернету, гуляла, когда вывезли вот такой вот огромный торт, и кондитеры сделали таким образом, что вот эта вот верхушка тортика была только съедобная, то есть пять вот этих ярусов, они были наверху, а нижняя часть, она была как фальш-ярусы. И невесте, жених, не помню, то ли китайская какая-то свадьба, не помню, но вот ходила по интернету картинка, и невесте, жених ставил какую-то стремяночку, невеста на эту стремяночку залезала и разрезала там этот тортик и угощала гостей своих близких там первым кусочком тортика. Конечно, если у вас небольшая свадьба и всего 10 человек, а вам хочется вот тот самый, да, большой величественный торт, про который я вам тут рассказывала, так красиво описывала, то можно воспользоваться вариантом фальш-торта. Кстати говоря, фальш-торт, ну, если вы не знаете, да, что это такое, это такой дополнительный ярус, который делается из, там, составляется либо булка обычная, да, без какой-либо начинки, либо пенопласт становится, как дополнительная начинка, ну, то есть, понимаете, да, себе отрезайте хорошие кусочки торта, если есть нежелательный гость, видите, что так зашел кто-то, думаете так, вот его-то я точно не хотела, ведь отрезаете ему кусок с пенопласта, подходите, в общем, угощаете, все хорошо. Ну, если шутки в сторону, то вообще вот такие вот фальш-тортики, они иногда делаются и как отдельная начинка, как отдельный ярус, иногда делается, как один общий ярус делится на две части, верхняя часть – это основная часть, основной тортик, да, а нижняя часть, она как раз-таки недостоящая, это как раз-таки фальш-ярус вот такой. И вот эти вот части, они разделяются, ну, какой-то прослоечкой, это может быть либо картонка, либо там еще что-то, и вы когда отрезаете, есть ощущение, как будто вы отрезали половиночку вот этой вот начинки. Ну, как поступить с фальш-ярусом, я вам уже ЦУ дала, да? Девчонки, хотите быть счастливой невестой? Тогда вот телефончик, внизу тоже в описании есть телефончик, позвоните и, уверяю, вас будет великолепная свадьба, и тортик, кстати говоря, тоже будет отменный. Всего хорошего, напоминаю, что встречаемся мы с вами по-прежнему. А ну-ка напишите, когда? Правильно, вторник, четверг, иногда еще и по субботам. И не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить колокольчик, и не забывайте оставлять комментарии. Пока-пока!